Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кейседа Диман и сегодня мы вновь продолжаем играть в Блэк Раш. Я напоминаю, что это мобильная КРМП на ваших устройствах. Играя я, как и всегда, на Huawei P30 и приглашаю играть вместе со мной. Ребята, также не забывайте указывать мое имя и фамилию при старте игры. Это позволит вам получить некоторые плюшки как раз таки при регистрации. А также не забывайте указывать мой промокод. Это обязательно, друзья. Спасибо всем, кто указывает. Вот здесь слэш-промо, решетка, Димка. И вот этот промокодик вам даст 15 тысяч на ваш игровой аккаунт при достижении 5 часов игры. Но также, ребята, данный промокодик позволит вам купить первую вашу машинку, потому что машинка стоит очень дешево, а он дает аж 15 тысяч. Поэтому спасибо еще раз всем, кто вводит. Ну а мы, ребята, собственно говоря, сегодня отправляемся в автосалон дорогих автомобилей, потому что именно там я хотел бы сегодня приобрести новые авто для пополнения своей коллекции. Я напоминаю, что в моей коллекции на данный момент сейчас находятся три автомобиля. Это Lamborghini, Audi R8 и, конечно же, Ferrari. Но Ferrari на самом деле я подарю чуть позже девушке, а так у меня, в принципе, два автомобиля. И да, ребята, пока меня не было в игре, тут немножечко были нововведения, то есть добавили вот такой вот офигенный гараж. И, честно говоря, теперь можно, в принципе, оставлять машины в гараже, и никто их никогда не сломает. Это очень приятно, и эти гаражи доступны не на всех домах, потому что в новых домах вообще их нету. Ну, это там, где новый район получается. Ладно, ребята, я предлагаю тогда быстренько сейчас отправляться уже к автосалону и уже там, собственно говоря, покупать необходимую нам машинку. Так, давайте загрузим транспорт. И да, ребята, пока я, кстати, отсутствовал, у нас еще появились два новых сервера, Pink и Cherry. Конечно же, хотелось бы узнать у вас, на каком сервере вы вообще играете. Играете ли вы на Оранже вместе со мной, или же все-таки на каком-то другом. Потому что серверов появляется очень много, буквально вот сколько? Прошло три дня, и уже открылось еще дополнительных два сервера. Максимально быстро развивается Black Rush, поэтому, ребята, если вы еще, в принципе, не играете, то, я думаю, вы знаете, что делать. Ссылочка будет в описании. 98 тысяч! То есть, получается, мы практически добили первую сотку на проекте. И, ребята, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, офигеть, Best Guys, кстати, слились, фрики, их догнали. И мы, в общем-то, на 17 тысяч опережаем топ-2 семьи. Это очень приятно, мы будем держать максимально планочку. Ну и также, ребята, хотелось бы вас пригласить в нашу семью, если вы адекватны, если вы знаете, как все устроено. Блин, понимаете, 400 рублей штрафа. Давайте мы сразу заедем и оплатим их, потому что, ребята, у меня уже будет как минимум... Это, наверное, четвертый штраф, а я, как всегда говорил, что при большом количестве штрафов у вас просто изымут права, и все. Ну, если у вас есть желание побыть в нашей семье, то обязательно приходите, вас, в принципе, примут. Просто нужно найти какого-нибудь игрока на сервере. Ну и, собственно говоря, попросить его, чтобы он вас пригласил. Приглашения абсолютно бесплатные, поэтому, ребята, если кто-то вас будет приглашать платно, то просто пишите мне об этом в контакте, я его обязательно накажу. Так, ага, то есть у нас получается 17 дней оплаты. Давайте мы оплатим еще 4 дня. Ну, а теперь давайте отплатим штрафы, потому что их здесь я накопил много. И все, ребята, все штрафы я, в принципе, оплатил, поэтому уже, я думаю, пора отправляться в автосалончик. Я посмотрю там на новенькие автомобили. А также жду с нетерпением Теслу, которая, по идее, должна уже скоро появиться на проекте. И мы ее обязательно купим, посмотрим, сравним. Вот, потому что тачки быстренькие у нас есть. А поэтому, ребята, нужно-нужно будет проверить, насколько же она быстрая, насколько быстро разгоняется. Конечно же, мы узнаем, есть ли у нее звук двигателя и вообще, что это за моделька такая у нас будет. Итак, ребята, мы приехали в Лухури Авто. Именно здесь мы будем сегодня смотреть какой-нибудь автомобильчик. Если вы посмотрели, у нас 35 мультов. Давайте мы уберем Ламборгини и погнали. Посмотрим, что же там интересненькое есть у нас. Потому что, ребята, в принципе, у меня Вольво было. Ламборгини у меня есть. Астон Марти некрасивый. Феррари у меня есть. Мы ее уже сравнивали. Кстати, поехала она 360 км в час. Гелик есть в семье. Кстати, я поставил на него топ-2, точнее, стейдж-2. На третий мне немножечко не хватило. Я думаю, потом доставим. Можно, в принципе, купить McLaren, который стоит 14 миллионов. Мерседес у меня был. BMW i8. Кстати говоря, это же получается гибридная BMW i8. То есть, есть бензиновый бак и, по идее, электрический. Максимальная скорость 320 км в час. Разгон до сотни 4,5. Ну, в принципе, потом мы, я думаю, купим вместе с Теслой ее. И обязательно их две проверим. У нас также есть, в принципе, Audi R8, который максимальная скорость 322, но разгон очень хороший 3,4. Но Range Rover у нас есть. Кстати, Range Rover багается. Кто еще не купил, у него есть, получается, стробоскопы, друзья. То есть, вы можете спокойно, как полицмены, за кем-нибудь гоняться. Так, BMW 312, 309, 306. Panamera 310. И она у нас, кстати, есть тоже в семье. GTR 319, друзья, чтобы вы понимали. Cadillac 248, но это и понятно, акулка есть в семье. Вот, E-шка Dodge 322 км в час, друзья. Это очень быстро. И на самом деле, я вот из всех вот этих автомобилей хотел бы сегодня прикупить либо же все-таки McLaren, это вот именно вот этот, ребята, либо же все-таки, в общем-то, GTR. Но GTR уже как бы обозревали. Разгоняли его до максимальной скорости. Вот про McLaren пока я ничего не могу сказать. В принципе, давайте мы, наверное, купим McLaren. Посмотрим его максимальную скорость без тюнинга, а также под стейдж 3, если нам, конечно же, хватит. Поэтому, ребята, быстренько мы его красим какой-нибудь. Но я даже не знаю. Давайте, наверное, какой-нибудь желтый. Нет, у меня Lamborghini. Давайте в голубой. В общем, прикольный такой цвет. Покрасили. И да, друзья, теперь у меня он, в общем-то, доступен. Кстати, если вы посмотрите, у меня теперь меньше машин стало в моем списке, потому что некоторые я разыграл, некоторые я отдал просто хорошим игрокам нашей семьи. Некоторые продал, которые были, в принципе, мне не нужны. Поэтому, если у вас есть такая возможность, и вы хотите получить какую-то тачку, то просто приходите в нашу семью, будьте активными, и я вам ее обязательно подарю. Так, давайте теперь мы его откроем и посмотрим на, во-первых, номера, которые мы можем сюда поставить. Очень хотел бы я установить какие-то новенькие номера, денежки у меня на это как раз таки имеются. Поэтому увеличить... Так, изменить номер транспортного средства. Я бы хотел, ребята, во-первых, Е777КХ. То есть езжу как хочу. Есть ли такой номер? Данный номер уже занят. Понимаю, ребята, поэтому нужно сейчас, в общем-то, подобрать какой-то более подходящий. Е-е-е, ребята, получается, можно купить номер ЕКХ 999 за 935 рублей. Чего? Я еще дешевле номера, в общем-то, не покупал, потому что обычно они стоят там практически полторы тысячи рублей. Это очень круто, поэтому обязательно мы, в общем-то, будем использовать этот предмет. Нужно использовать... А, ну я же нажимаю использовать, почему не работает? А, вы должны быть возле багажника. Я понял, ребята. Собственно говоря, сейчас мы поставим номера. 52-й регион, кстати, установленный у нас уже автоматически здесь. Так, это аж номер использовать. И да, друзья, теперь нам нужно перезагрузить наш авто, для того, чтобы номера уже стояли на нем. Так, кар, макларен. И, ребята, загрузить транспорт. Отлично, где ты, мать твою? Понял, ребята, я слишком близко. Давайте мы, в общем-то, это исправим. Макларен загрузить. И ба-бам, ребята, да. Вот, теперь у нас номера, получается, ЕКХ 999 52-й регион. У меня, в принципе, все тачки 52-го региона. Это, конечно же, круто. Ну и, собственно говоря, у меня теперь топовые номера на Макларене. Ладно, ребята, я, как и говорил, мы сейчас его разгоним до максимальной скорости, без чип-тюнинга. Потом мы поставим на него чип-тюнинг. И, возможно-таки, установим еще и нитроускорители. Или, конечно же, проверим максимальную скорость под тюнингом. И я уже скажу, стоит ли тратиться. И узнаем, вообще, максимальную скорость его прокачки. И, вообще, стоит ли это делать. Итак, друзья, собственно говоря, вот она прямая, где мы можем разогнать плюс-минус нашу максимальную скорость. Главное, это не улететь, потому что трасса заснеженная. На трассе очень сложно. Обязательно пишите в комментариях, ребята, какова была все-таки максимальная скорость, потому что я не могу отвлекаться. Так, все, разделенка. Отлично, 280. Уже мы едем. 290. 300. Ребята, пишите в комментариях срочно скорость. 318 видел. Сейчас вылетим. Нет, держи, держи, держать, держать, держать. Отлично. 320, друзья. 330. 331 у него была максимальная скорость без чип-тюнинга. Тихо, все, отлично. Я, в принципе, целый, здорово. Это не может не радовать. Собственно говоря, ребята, 331 км в час мы разогнали на Макларене. Это очень круто. Ну, а сейчас давайте мы, в общем-то, его прочипуем и, конечно же, посмотрим, насколько же он будет лучше. Прибыли. Получается, сейчас мы его протюнингуем чуть-чуть. Вот. И давайте посмотрим сразу же винилы, которые можно здесь поставить. Или же... А что, винилов нету? А, есть винилы, ребята! 190 тысяч. Я впервые вижу винилы здесь на тачке, потому что обычно они недоступны. Блин, кстати, так-то неплохо они выглядят. И я так скажу, что винилы есть на жигах. Ну и, собственно, уже на Макларене, что мы и поняли. Так, давайте мы что-то подходящее выберем. Я бы хотел что-то такое более голубое подобрать, потому что тачки у меня все разноцветные. И не хотелось бы, конечно, повторяться. Блин, винилов очень много здесь, на самом деле. И все они стоят 190 тысяч рублей. Вот этот винил, кстати, мне, в принципе, нравится. Давайте мы его запомним. Ну и посмотрим, конечно же, следующие винилы. И... Блин, как круто! А почему нельзя отдалять? Как-то... Аммм... Почему я хотел бы сейчас это... Ладно, неважно. Я думаю, что и так будет видно плюс-минус. Так, а все, винилы кончились, друзья. Получается... Да, все. Ну, на самом деле, их очень много. И я даже не знаю. Возможно, это их завезли с последним нашим обновлением, которое было совсем недавно. Но для... Думаю, Макларена подойдет вот этот винил. Очень-таки клевый. Он такой вот насыщенный. Все, купить его. Так, тонировочку мы сразу же, в общем-то, прозрачность тонировки увеличиваем. Давайте мы это сделаем. Так, подождите-ка, а прозрачность... А почему они тонируются-то? А во, все, затонировалось. Отличное. Ну, в общем-то, да, приобрести 160 тысяч. Ребята, уже минус почти что 400. Так, цвет машины мы не будем менять. И не вон цвет фар мы сделаем, наверное, какой-нибудь... Блин, зеленый нет. Вот такой неплохой. Либо же вот такой более-менее подходит этому автомобилю. 320 тысяч, ребята, уже 700 мы потратили. Ну и, конечно же, установив неоновую подсветку машины, у нас еще меньше будет сейчас денег. И еще 190. Короче, ребята, чисто лямчик ушел на то, чтобы мы ее визуально преобразили. Ребята, теперь у меня вот такой вот красивенький Макларен. Собственно, давайте мы его осмотрим. Офигенные такие ангельские глазки у него. Номера ЕКХ. Просто вообще топчик. Ребята, на самом деле, я очень надеюсь, что я не пожалею с этой покупочки. И, конечно же, он будет у меня очень быстрым, что мы и проверим буквально через парочку секунд. Итак, ребята, мы приехали на тюнинг. Поэтому прямо сейчас мы разберемся, как и что здесь устроено. Устроено выбор на пикап выбору деталей. Так, то есть, получается, нам нужно зайти вот сюда, взять запчасти. А, это, получается, для автомеханика. Я понял. Нам нужно, в общем-то, выбрать тюнинг. Давайте мы выберем установку покрасочной, установку спойлера, передний бампер. Давайте посмотрим установку спойлера. Деталь. Установить деталь. Не подходит к вашему транспорту. Передний бампер тоже. Спойлер тоже. То есть, ребята, к сожалению, обвесов на эту машину нет. Задний бампер тоже. Юбка тоже. Выхлоп. Тоже закися шота. Мы, в общем-то, можем поставить. Нитро-3. Сразу удаление комп... Нитро-3 стоит 76500. Установить деталь. Отлично. Так, а теперь мы, собственно, ждем, пока механика ее установит нам. А тут у нас, получается, диски, гидравлика или же другое. Гидравлику мы, я думаю, можем поставить. А, это мы диски выбрали. Ну, кстати, тоже неплохие. И, честно говоря, я бы поставил какие-нибудь ББСки. Не хочу. Воссены тоже. Ну, очень какая-то огромная машина получается у нас. Я даже не знаю, какие диски более-менее подходят для Макларена. В общем-то, ребята, даже, даже, даже... Немножечко потерян. Но, возможно, вот эти Воссены подошли бы. Потому что ББСки немножечко не подходят. Ну, давайте, да, действительно, мы попробуем установить Воссены. Установить детали. А, теперь, в общем-то, гидравлика, к сожалению, не подходит. Да, правильно же? Или гидравлика все-таки подходит? Уже работает над вашей машиной. Это, это отлично. А, все, что ли? Пока нельзя ничего поставить? Да ладно, да ладно. Так, давайте посмотрим, как она будет преображаться. Ну, у нее и так были неплохие, кстати, диски. Зачем я их поставил? Заглуши тачку. Я понял. Сейчас мы заглушим ее. Так, давайте транспорт закрыт. Открыть и заглушить. Вот так вот устанавливаются детали на машину. Ну, я твой подписчик. Нам устанавливает и прокачивает тачку. Собственно, экзибит подписчик, кстати. Понимаю. Спасибо тебе большое за такую оценочку. Так, диски. Точнее, ты, получается, поставил уже нитро. Так, диски-то, я так полагаю, сейчас установишь. А я бы хотел все-таки посмотреть гидравлика. Возможно ли установка на данный автомобиль? А, гидравлик. Стоп. Гидравлик. А, не подходит. Да, все, я понял, ребята. То есть, кроме как дисковые, собственно, нитро, мы ничего здесь, в принципе, пока поставить не можем. Ладно, в общем-то, ребята, я буду ждать, пока оснастят мою машину. А затем мы поедем и попробуем прочиповать. Осталось у нас 20 мультов, и я думаю, этого будет достаточно. Так, мы почти доехали. Здесь мы устанавливаем чип-тюнинг. Так, свободно. Давайте мы заедем. И я напоминаю, ребята, чтобы поставить все стейдж-3, нужно покупать их по отдельности. На самом деле, это не совсем приятно, потому что, допустим, стейдж-1 стоит 3500, а стейдж-2 стоит там уже... Ну, как вы видите, ребята, мы должны сначала купить стейдж-1 для того, чтобы приобрести следующий стейдж. Купить потом стейдж-2 4200. Ну, нормально так-то нормально. Стейдж-3 7 мультов, ребята. То есть, чтобы вы понимали, примерно наша машина обошлась нам 28-29 миллионов рублей. Это, конечно, очень круто, но стоит ли это того? Мы сейчас как раз таки это узнаем. Поедем сейчас напрямую, ребята. У нас стоит просто максимальный тюнинг по стейджу, также внешка и, конечно же, установлена нитро. Поэтому, ребята, сейчас мы протестируем машину и я уже скажу, стоит ли тратить 30 мультов на, собственно, этот McLaren или же нет. И, конечно же, проверим его с моими уже купленными машинами. Итак, ребята, пробуем разогнать нашу машину. Я уже пытался это сделать, но мне помешали, потому что здесь очень, почему-то много людей. Я, на самом деле, не знаю, сколько человек сейчас играет, но... Я думаю, что вот на этой трассе сейчас мы попытаемся все-таки разогнать максималочку. Уже 330. Ребята, 333 было. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Тихо, аккуратно. Все, погнали, ребята. Погнали, пытаемся разогнать. 330 было. Да ладно, что, серьезно? Она не поедет больше? 340. Отлично. Отлично. 350. 360, ребята, было больше. 360. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько же на самом деле там это... Сколько было по максималочке, но я, пожалуй, наверное, сейчас где-нибудь развернусь. Поедем мы в обратную сторону, попробуем опять-таки разогнать эту машину. Но более 360 км в час. Получится ли у нас это сделать, или же все-таки прямой не хватит? Мне просто вот интересно. Вот тут вот мы развернемся. Отлично. И давайте попробуем заново, ребята, ее разогнать. Очень надеюсь, что все-таки у нас получится в этот раз. Потому что там нам помешало, конечно же, ограждение. Трассы тупо не хватило. Так, аккуратно, ребята, жмем. Жмем низко... Нитроускоритель! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня сломаны двигатели, и я полагаю, что нужно попробовать ее починить. Итак, ребята, мы приехали, мы готовы. И давайте, нитроускоритель мы включили. И, ё-моё, 250 на двух колесах! Тихо! Да... Только не вылететь! Понимаю, ребята, это все, походу... Чё, Габелла, я вывесил тачку, что ли, на ограждение? Да ладно, чё делать-то? Ребята, автомобиль забагался, я просто ничего не могу с ним сделать. Я даже не могу у него сесть, я не могу его открыть, потому что он, в общем-то, вывесился. И, конечно же, пока я его сдвигал, в общем-то, вот такая бойда и случилась. Ну, собственно говоря, сегодня мы разогнали ее 360+, это без нитро, то есть, ребята, под нитро, возможно, будут все 380, вот, пишите в комментариях, обязательно, а уже в следующих сериях мы проверим эту тачку с Lamborghini, с Audi, ну и, конечно же, с Ferrari, посмотрим, какая тачка все-таки будет самая у меня быстрая, вот, и, конечно же, какую стоит покупать, на какую стоит тратиться. Ну, в общем-то говоря, я не пожалел, потому что машина едет очень быстро, вот, и, на самом деле, эти все мои вложения были оправданы. Конечно же, ребята, не забывайте, ну, в общем-то, играть вместе со мною, а также при регистрации, я напоминаю, указывайте мой промокодик, это обязательно, не забывайте, вот, все это будет в описании, ну и, конечно же, ребята, встретимся уже здесь, на сервере, играю я, как и всегда, на Orange, поэтому обязательно не забывайте выбирать правильный сервер. Ну, а на этом все, всем спасибо, всем удачки и пока! Субтитры сделал DimaTorzok